вами алекс и я бы хотел рассказать немножко о том что нас ждет в подземельях как мы видим подземелья вернуться к нам завтра 19 ноября и первое что мы видим у нас этапы разделены соответственно по престижу как и было заявлено ранее теперь у нас престиж открытый и он начинается все и он в семи категориях соответственно 1 это 16 пятизвездочных чемпионов я так понимаю мы должны иметь в ростере 2 это 8 пятизвездочных чемпионов 3 16 четверок 4 8 четверок 5 16 трешек 6 8 трешек и 7 ниже но совсем для начинающих и так что у нас дальше еще есть у нас будут усилки опыта можно так назвать для подземелья как раз чтобы получать больше очков они будут за донат либо они будут появляться в кристаллах но бы кристаллах чуть позже тут у нас за донат как мы видим первый усилок на 25 процентов будет стоить 60 жетонов безумная цена зачем непонятно даже на 100 процентов будет ну в общем вряд ли кто-то это будет покупать ну непонятно дальше что у нас идет дружеский бонус тут нам говорится о том что почему-то нам будет проще набрать его играя с четырьмя разными друзьями нежели с одним непонятно этот дружеский бонус будет первый левел уровень это 6 комнат до 6 комнат 2 уровень до 12 комнат 3 до 24 комнат и 4 до 72 комнат посмотрим как они это на деле реализуют наверняка нам какие-то более подробные комментарии дадут уже после выхода посмотрим что будет дальше в наградах у нас теперь будут насколки кристалла 3 4 5 и кристаллы дружбы которые будут содержать голду какие-то артефакты как раз вот эти усилки улучшения очков для подземелий хилки и резки для подземелий соответственно для тех кто играет не с друзьями а подбором будет какой-то отдельный бонус посмотрим нужно ли будет это делать одновременно или надо будет выбирать один из двух также что у нас есть у нас будут осколки катализаторов классовых 1 2 3 4 в наградах ну в принципе цвета и так хватает единственно что 12 ну для топов наверное это будет интересно вообще для людей с прогрессом это будет наверное интересно чтобы не выбивать их из ежедневных заданий а тут собирать посмотрим и наконец мы переходим к самому главному новым кристаллам и так у нас будет как обычно 6 кристаллов тройку тройки четверки наверно мы не будем рассматривать главное это пятерки все-таки это самое интересное итак первый кристалл хаоса до house crystal это корвус капитан америка колу колос железный человек гражданский воин енот kingpin агент веном локи и часовой ну давайте каждого разберем немножко корвус топ однозначно войны и он нужен каждому вообще шикарный чемпион капитан америка война бесконечность тоже шикарный колос конечно вообще ни о чем тут старый чемпион железный человек тоже гражданский воин в принципе тоже ничего интересного енот но такой себе средненький чемпион ну да не может криты выйдут неплохие но все равно ничего особенного kingpin в принципе неплохой защитник как и агент веном локи нужен если какие-то бафы в сюжетках у персонажей до много чтобы своровать их ну либо же для пятого акта для альтрона кто-то им проходит так что ну будем считать что средний чемпион но числовой по мне вообще одно ни о чем на персонаж хотя кто-то из американских конечно топов ходит им на войну но мне кажется он достаточно слабый не знаю зачем они уберут дальше второй кристалл night may crystal вот тут все интереснее намного мне кажется медуза вообще топ шикарный чемпион особенно против роботов да и в принципе все наверно хотят медузу кого нет домино тоже шикарный чемпион железный патриот но что говорить честно халк бастер тоже ни о чем в принципе человек муравей энтмен энтмен в принципе сейчас уже неплохой за счет того что он нужен к призраку многие его берут так что он нужен с другой стороны и трехзвездочного там достаточно будет но в принципе человека муравья апнули неплохо именно в синергии до на аренке он неплохо лупит там надо смотреть уже но в принципе он такой слабоватенький но на некоторых ячейках на войне в некоторых категориях он наверно зайдет дальше камала хан ну понятно что ни о чем дальше идет сокол но на первый не блокируем и возможно кому-то он сможет доставить проблем а так в принципе тоже не о чем чисто для коллекции если черная пантера гражданская война ну в защиту на броню ее любят ставить ну можно сказать так ничего более-менее зеленый гоблин отлично неплохой защитник такой не топовый конечно но тоже неплохой модок хороший очень защитник в принципе кристалл наверное один из лучших забегая вперед дальше war crystal cross bone ну конечно аналогии сейчас уже много много таких же чемпионов хороших которые и контр чемпионов в принципе cross bone был когда-то очень неплохим но можно так как отнести его сейчас к средним так что в принципе наверное нормально назовем это так железный человек война бесконечности один из топовых сейчас защитников поэтому хороший чемпион отличный циклопа школа ксавье ну на первый не блокируем где-то его еще ставят какие-то категории наверно где-то даже приносит фраги но высших категориях конечно это ни о чем так что ниже среднего гамбит гамбит сейчас нам нужен в первой карте альтрона там он сильно помогает и поэтому у кого его нету конечно было бы неплохо получить но естественно же ч война бесконечности лучше феникс ни о чем гипери он топовый чемпион шикарный бывает его ставят защиту иногда помогает иногда в большей части в атаке особенно на пятом ранге просто шикарный дальше дд дары дэвил сорви голова но это обычный сорви конечно если был бы классический был бы лучше да но пока его нет пятизвездочного поэтому в принципе не очень пау гвен тоже понятно не очень джаггернаута недавно апнули он стал очень хорошим правда мистику убрали у многих поэтому никто и особо не качает но все равно парировать его нельзя пока у него неодержимость так что неплохой может быть его еще апнут так что в целом тут наверное самый лучший это железный человек гипери он ну и наверное джаггернаут дальше генезис кристалл архангел но архангел контрит у нас все что травится и кровоточит вообще шикарно может заблочить способности эйгана сейчас блокирует в сюжетке шикарный чемпион и многие его хотят доктор вуду тоже как раз для новой сюжетки шикарный чемпион вообще он хороший многие укачают даже на 565 хороший защитник так дальше переходим высший железный человек ну старый чемпион средники не о чемный капитан марвел целом тоже самое ронан ронан кстати неплох он неплохо глушит тех кто накладывает на себя много бафов и сюжетки как раз где был красный череп он был очень актуальным так что в принципе его было бы неплохо иметь ну на будущее можно так сказать волчер это у нас стервятник ну стервятник ни о чем особо слабенький чемпион совсем но чисто для разнообразия если только на войну дальше носорог носорог ну бывает ставят его на не глушке бывает противный вот такой средне средненький совсем уж средненький женщина халк ни о чем карнак но чисто для синергии к медузе и грому только если а так он не очень конечно лунный рыцарь лунатик в принципе неплохой особенно если подобрать конкретную фазу особенно для войны то он может доставить проблем но все равно архангел и вуду наверно самый топовый ну можно еще ронана в принципе неплохого отнести сюда evolution crystal призрачный гонщик ну наверное это шикарный чемпион многие его любят для меня он такой неплохой назовем это так плюс он для синергии блэйда конечно же очень нужен все его любят масакр такой среднячок такой хороший твердый среднячок очень хороший чемпион магнита магнита всегда считался очень плохим но учитывая то что кабам все делает для того чтобы его все-таки ап или возможно эта тенденция продолжится и он будет действительно всем нужен поэтому посмотрим что будет дальше и возможно он всем будет нужен старик логан ни о чем проксима проксима шикарный чемпион особенно для долгих и длинных боев шикарно подходит для или некоторые используют ее поэтому для коллекции особенно уж точно не повредит ну и для синергии как раз с корпусом дальше змей змей хороший защитник особенно если без дубля его труднее перевести в браваду но все равно многие научились но он может доставить проблем на какой-нибудь погибели или еще где-нибудь дальше говор тут к ну в целом ни о чем каратель 99 2099 на кинетической реакции очень неплохо заходит на войне в так что в целом ну может быть его можно взять человек паук майлз моралес его ставят на войну на уклонах так бывает чуть-чуть проблем доставит но в целом ни о чем и вот тут очень интересный чемпион это электро до электро у нас уникальный и он был только в кристаллах за 300 большего нигде не было и удивительно что его суда добавили возможно в следующем обновлении добавят и дока может быть кого-то еще из-за пятизвездочных которых ранее не было соответственно кристаллы подземелья ну и последний кристалл смерти тут человек паук старк ну один из самых топов игры шикарный конечно чемпион нечего тут сказать все его знают все его любят все хотят квейк тоже шикарный чемпион тоже все хотят псайлок это любимый чемпион моего друга гос глумера он его обожает тянуть из кристаллов но в целом так он не очень конечно же и циклопа они сюда добавили второго из голубой команды тоже не очень король груд король грудь принципе вставляется хорошо в защиту ну на удар там доставляет не то чтобы проблем но бои крайне долгие так что в целом ну можно вином пул ни о чем электро но в целом тоже ни о чем черная пантера совсем старый чемпион как и железный кулак а вот морда в целом такой не более менее интересный ну подводя подводим итоги до 1 кристалл корвус капитан 2 медуза домино 3 железный человек война бесконечности гиперион 4 архангел вуду 5 тут наверно побольше гонщик массакр проксима змей электро мне кажется так и 6 наверное человек паук старка и квейк ну возьмем тубы я себе наверное буду брать кристалл с медузой домино 2 ну и скорее всего все таки накоплю себе еще на 9 и возьму кристалла 5 с гонщиком электро и таким вот составом в общем всем спасибо за просмотр узнаем что он нам завтра приготовит в новых подземельях кабам ставим лайки если вам понравилось это видео если есть какие-то комментарии ставим комментарии с вопросы спрашиваем всем спасибо за внимание всем пока